Микоплазма хоминис относится к половым инфекциям, которая передается преимущественно половым путем и на нее вырабатывается иммунный ответ, в который входит иммуноглобулин А. Иммуноглобулин А – это антитела, то есть белковая структура, которая вырабатывается чаще всего на попадание микоплазмы хоминис в организм человека. Срок выработки иммуноглобулина А в среднем составляет от 2,5-3 до 6 недель. Таким образом, это один из самых ранних иммуноглобулинов, которые часто свидетельствуют за свежее заражение микоплазмы хоминис, либо, что бывает реже, за активацию старого хронического процесса. Без сомнения, иммуноглобулин А необходимо оценивать в совокупности с другими иммуноглобулинами на микоплазму хоминис. В частности, это иммуноглобулин G, М. М, в принципе, сродни иммуноглобулину А, он показывает также свежесть процесса и его активность, а иммуноглобулин G, наоборот, хронический процесс. Таким образом, по совокупности всех трех иммуноглобулинов можно предположить, насколько острый процесс вызван микоплазмой хоминис и насколько он давний от момента заражения, что помогает в ряде случаев в лечении. Также необходимо упомянуть, что, конечно, один анализ иммуноглобулин G не стоит рассматривать в отрыве от анализов мазка на микоплазму хоминис, в отрыве от посева на микоплазму хоминис с частотностью к антибиотикам. Ну и, конечно, в ряде случаев делаются, например, сперма, моча на микоплазму хоминис, диагностика метод МПЦР, что тоже важно. Соответственно, может ли иммуноглобулин A использоваться в качестве такого вот анализа после лечения, как контроль лечения? Да, это возможно, но в том случае, если от момента лечения прошло уже не менее 2-3 месяцев, то есть это не быстрый процесс эллиминации выведения иммуноглобулина, он идет постепенно. После лечения концентрация иммуноглобулина A должна резко упасть, минимум в 3-5 раз, либо он должен вообще исчезнуть. Стоит упомянуть, что это же примерно происходит и при хронизации процесса, однако тогда нам помогает наличие иммуноглобулина G, а также, соответственно, наличие положительного анализа ПЦР или посева или того и другого на микоплазму хоминис. Ну и последнее. Мы можем рассмотреть те случаи, когда иммуноглобулин A на микоплазму хоминис может быть положительным, ложноположительным. Это происходит в основе разных аллергических заболеваниях, в том числе, например, при аллергическом дерматите, при антифосфолипидном синдроме, при различных острых респираторных заболеваниях, при беременности. То есть тогда, когда имеется напряжение иммунитета и ложная выработка, в том числе иммуноглобулина, в том числе иммуноглобулин A. Косвенно дифференциацией, ложной или не ложной, помогает определение общего иммуноглобулина A в крови, не только на микоплазму хоминис, а определение его уровня. И если он очень сильно поднят и зашкаливает, то это один из показателей того, что иммуноглобулин конкретно на микоплазму хоминис и иммуноглобулин A может быть в данном случае ложным. Это один из таких дифференциальных диагностических критериев, при наличии которого, конечно, лучше уже обратиться параллельно с врачом-венерологом, еще и к аллергологу-иммуноглобу. При необходимости сдачи такого анализа, как иммуноглобулин A на микоплазму хоминис и других обследований на данную микоплазму, а также лечение этого заболевания, вы можете обращаться в наш медицинский центр Платный КВД в Москве. Нас принимают опытные венерологи, которые занимаются диагностикой и лечением половых инфекций, в том числе различных форм микоплазмы. Ждем Вас в нашей клинике, подписывайтесь на наш канал в Инстаграме и на наш канал на Ютубе. Спасибо за внимание.